Приветствую вас. Смотрите, здесь очень важный момент, что как мне показалось вот в определенный момент времени мне так показалось, что вы как будто бы потеряли, ну вот что-то, знаете, вот такое, что называется легкостью и естественностью в общении. То есть в какой-то момент вы начали пытаться продавливать общение, как будто бы. Я конечно не знаю, может быть я не знаю, но мне так кажется, что в определенный момент вы как будто бы пытаетесь заставлять общение двигаться в какую-то сторону нужную вам. То есть заставлять и себя, и человека, общаться на каком-то вот нужном для вас уровне, испытывая при этом тревогу, если этого не происходит. И как мне кажется, как мне кажется, снова и снова надеюсь от этого человека получить то, что вам нужно. Ну то есть я имею ввиду получить вот это. Ну условно нужна вам реакция, да? То есть вот так, чтобы вы чувствовали себя хорошо, допустим. Да, вот чтобы вы ощущали себя, ну, нормально. Чтобы вы ощущали себя успокоить. То есть вам нужно, чтобы вас успокоить. То есть почему-то вы тревожитесь. Привожитесь, когда общение не идет. При этом, факт самого общения, как мне кажется, вот именно факт самого общения, вам важнее, чем предмет общения. Что я имею ввиду? Я имею ввиду ситуацию, при которой человеку важнее общаться, вот. Как бы, ну, внешняя страна, внешняя страна. Общение важнее, внешняя страна общения, чем содержательная, примерная страна. То есть, грубо говоря, важно то, как мы общаемся, а не то, о чем. То есть важно, как протекает наша беседа, а не о чем. Да? И понятно, что то, как протекает беседа, да? Как она протекает беседа, как протекает беседа. Важно. Чтобы, ну, чтобы беседа протекала хорошо. Чтобы это было, ну, чтобы это было приятно, да? Чтобы это было комфортно, да? Вот. Чтобы это было, ну, чтобы были, да, определенные интересные темы для, там, разговора, ну, для диалога, да? То есть, то есть я не говорю вообще, что, ну, что беседа должна всегда быть о чем-то, да? Если нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. Речь идет, скорее, о том, что вы, на мой взгляд, уделяете внимание только вот этой вот стороне. Вот этой стороне только. Вы делаете тому, как идет беседа. Ну, довольно мало вы делаете тому, о чем идет беседа. А то, о чем идет беседа, ну, вообще-то говоря, очень важно. Если беседа интересная, если содержание беседы важно обоим, да? Вот. Что с таким человеком, во-первых, хочется общаться, во-вторых, нет таких сложностей, вот, что разговор не идет. То есть вы вот, когда говорите, да, что, ну, что разговор не идет, вот вы же фактически этим самым признаете тот факт, да, что предметно разговор очень слаб. То есть, может быть, вам, как бы, хорошо общаться с интеллектуально развитым, вежливым, не грубым, веселым человеком, да, который, ну, как бы, хорошо выращает мысли, вот, который, там, может, смешно пошутить, к примеру, к примеру, к примеру, вот, и так далее. Вот это все, да, это все верно. Это все верно. Но есть важный момент, что если, если предметно разговор не наполнен, он так и остается поверхностным, и внимания по ощущениям, каждый раз нужно придумывать, о чем говорить. Вот, я думаю, что очень сильно это очень сильно эта ситуация похожа на вас, что вы не знаете, вы не знаете, вы не знаете, что я не знаю, нет такого желания, мне нет такого желания с негативом это, это говорить, нет имеет такого желания, не знаю, верите в не или нет, просто Важно немножко другое, что проблема в том числе из-за этого, конечно, 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 дело не только в этом, дело в том, как вы выбираете мужчин, как вы выбираете парней, дело еще в том числе, в том, как вы, ну, что общего между вами, да, и, допустим, этим человеком, ну реально, что общего, потому что этого общего там, условно говоря, нет или много, то, конечно, будут проблемы, конечно, будут сложности, будут трудности, вот это нормально. Если вы выбираете человека по, допустим, ну по внешней, ну по внешним критериям, если вы выбираете человека, допустим, то важно, чтобы ваше общение находилось по внешней динамике, вот, потому что, ну если, если люди выбирают друг друга по вот такой вот внешней истории, вот, то общение, оно такое, достаточно динамичное, вот, и оно, как бы, не должно прерываться, условно говоря, они должны уходить в онлайн, вот. Плюс ко всему, опять же, есть люди, которые подходят для общения в онлайн, ну как бы, ну, которые достаточно, ну, адекватно воспринимают общение в онлайн, а есть те, кто нет, есть те, кто очень плохо, очень плохо и тяжело воспринимают, ну, общение в онлайн, в онлайн, вот. Такие люди есть, вот, к сожалению. Я не знаю, честно говоря, я не знаю, вот, подходит ли это вам, да, то есть, ну, подходит ли это к вам, вот, ну, имеют ли эту ситуацию, вот, это, ну, как бы, провязка, провязка, провязка ли она, эту ситуацию, я не знаю, честно говоря. Вот, ну, я, вот, совершенно точно могу сказать, что вполне, 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 вполне может такое быть, что вы просто не подходите для онлайн общения, вот, к сожалению. Ну, это, ну, не хорошо, не плохо, это просто вот, вы такие, ну, вы такие люди, вот. Ну, как бы, мучить, мучить себя, да, мучить себя, там, не знаю, пытаясь, пытаясь, там, заставляя с себя общаться, вам легче общаться в реальности, ну, тоже, мне кажется, как бы, такая довольно деструктивная история, вот. Поэтому, я и говорю вам, что, на мой взгляд, вам не, что, вот, не заострять внимание на онлайн общение, то, вот, а, стараться приводить его больше, больше в, ну, условно говоря, вот, больше в, ну, в реальность, скажем так, да, в реальность, ну, в реальность, в реальность, вот, и общаться уже больше в реальность, вот. Мне кажется, это куда более важно и куда более значимо, чем то, о чем вы говорите сейчас, ну, то есть то, что вы пытаетесь сделать сейчас. Вы же не знаете, может, молодому человеку тоже не очень нравится общаться. В онлайне он общается, потому что он, типа, не привык, даже не знает, что написать, а в реальность жить не нравится все здорово, все хорошо. Но есть такие люди, люди, наоборот, объективные. Поэтому здесь не все так просто. Вот такая вот, я бы сказал, а, несколько, ого, несколько факторные, парадигма ответа на ваш вопрос. Я надеюсь только на то, что вам это было интересно, я надеюсь на то, что вам это было любопытно, я надеюсь на то, что мой ответ был для вас полезным и интересным. Я надеюсь, что вы для себя увидите в моем ответе, что-то интересное. я очень надеюсь, что вы дадите свой отклик, вот, и мы сможем вам помочь. Ну, то есть, мне кажется, что вам самостоятельно будет довольно сложно во всем этом разобраться. Это все имеет значение, как мне кажется, модель женского поведения, вот, когда вы четко знаете, какая вы женщина, вот, модель того, как вы взаимодействуете. И, соответственно, это, ну, на это просто тоже нужно обращать внимание, потому что это, ну, один из таких определяющих факторов, да. То есть, если вы знаете, какая вы женщина, вы умеете там использовать, допустим, свои особенности, вот, для того, чтобы, грубо говоря, подать их в наиболее выгодном виде, вот, чтобы раскрыть себя максимально. То есть, основная задача, она в этом, максимально себя раскрыть. Для этого нужно понимать, какая вы женщина. В этом тоже может помочь психолог. На этом все, надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго.